Банк Уралсиб Рогов в городе. Архангельск. Всем привет! Я Александр Рогов. У меня для всех вас шикарная новость. На СТС возвращается ваш самый любимый формат Рогов в городе. Наше масштабное путешествие по всей стране уже началось. Я с моей съемочной группой нахожусь, внимание, в Архангельске. И новый сезон будет отличаться от всех предыдущих, потому что теперь это мой видеодневник. И вы его прямо сейчас смотрите. Итак, мы в древнем городе Архангельске, столице Поморья и первом в России морском торговом порту. В суровом крае с непредсказуемой погодой, где вас всегда ждет теплый прием. Здравствуйте! Уклон вам низкий, люди добрые. Добро пожаловать в уголок земли нашей Светлой до Северной. Давайте с Оргой еще вас угостим. Горячее объятие. Боже мой, это нахо ночи. Привет! Я Александр. Да, Александр, Господь, Семогущий. И приехали мы в Архангельск для того, чтобы в первую очередь помочь одной из местных жительниц Татьяне Оводовой. Привет! Частливый билетик приехал в мою жизнь домой. Класс. Наша. Полиция красоты, арестуй тебя срочно. Смотрите, какой вид будет. Вау! Ребят, забирайтесь. Ой, я в мурашках. У меня волосы дыбом встали. Уху! Боже, меня будут смотреть мои дети. А вы знаете, я уже к Морозу привык. Даже руки не мерзнут. Класс. Ребята, а здесь же еще распродажа. Таня, выходи. Вы смотрите Рога в городе. Мы в Архангельске. Приключения начинаются. Я вам объясню, почему теперь это видеодневник. Я хочу, чтобы вы видели не только гламурную, идеальную телевизионную картинку. Я хочу, чтобы вы вместе со мной, вместе с моей съемочной группой испытали весь спектр эмоций. У меня в руках будет мини-камера. Я буду постоянно что-то снимать. Я буду делиться с вами моими переживаниями, моими мыслями, моими эмоциями. И расскажу вам, что на самом деле в каждый город мы приезжаем не в день съемок. Мы приезжаем на день раньше, для того, чтобы ко всему подготовиться. Чтобы посмотреть локации, чтобы познакомиться с местным стилистом, с парикмахером, визажистом. Посмотреть на то, где мы будем снимать премьерку, где будет финал. И в общем, сейчас я вам покажу, как это обычно происходит. Давайте. Привет, вы в Архангельске. Еще раз хочу познакомиться с Альбертом, который в минус 20 без носков. Посмотрите, один человек, который упакован вот так, а второй вот так. Вы представляете, я полгода назад был с мастер-классом здесь в Архангельске. И останавливался в этой же гостинице, в этом же номере. Номер шикарный, видовой, угловой, с панорамным остеклением. Все здесь есть, все удобно, комфортно. Вот за моей спиной кровать, там душевая. Здесь удобный столик, диванная группа. Но я предлагаю оценить вид. Давайте. Красота. Лепота. Вы только посмотрите. Мы в Архангельске. Приключения начинаются. Начинаются, сказал он. Не знаю, что его ждет. Я решил пройтись пешочком. Сейчас позвоню Насте, стилистке местной. Мы с ней договорились о встрече. Хочу, чтобы она меня встретила. И в салон красоты пойдем. Настя, привет. 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 Я у тебя большую. Горячее объятие. Давай. Большое объятие. Настя, привет. Саша, привет. Добро пожаловать. Какой ты красивый. Рога в городе. Здравствуйте. В Архангельске. Это Настя, моя коллега архангельская. Настя, быстрые вопросы. Что здесь с модой? Здесь с модой все хорошо. Потому что где красивые женщины, там красивая одежда. Я хочу, чтобы ты меня сейчас в салон красоты отвела. Все меня ждут. Да, очень. И все волнуются. Да? Это хорошее волнение. Ну, пойдем с ними знакомиться. Рога, вас ждали. Привет. Я Александр. Да, Александр. Господь всемогущий. Так, а ты кто? Визажист, парикмахер? Так, ты у нас визажистом будешь. Я на тебе перейду сразу, ладно? Я люблю такое, чтобы все было подружеско. Парикмахер. Привет. Привет. Здравствуйте. Привет. Страшно на самом деле? Да, да. Страшно? Такой классный, такой теплый, такой живой. Такой настоящий прием мне оказали местные девчонки. Настя стилист, Настя визажист, Оля парикмахер. И салон, кстати, очень классный, мне кажется, мы там действительно круто все снимем. И мне кажется, что Настя и Оля своей задачей справятся. Вот чувствую, что ручки у девчонок золотые. Но после салона красоты я, знаете ли, не есть отправился, вообще не всегда поесть успеваем. Я не в отель поехал греться, мы со съемочной группой поехали искать ДК. А ДК, кстати, знаете, где находится? Находится на отдельном острове. Вообще, через весь город проходит множество рек. И есть отдельный остров, который называется Саламбалам. Саламбалам. Саламбалай. Саламбалай, кажется. Если ошибаюсь, то извините. И почему Саламбалай? Когда-то Петр Первый придумал проводить балы на Саломе. И, в общем, вот этот район города называется Саламбалай. И точно так же называется ДК, где у нас будет и примерка, и финал в этом выпуске. Саламбала. В общем, район называется Саламбала. А вы знаете, я уже к морозу привык, даже руки не мерзнут. Класс. Здрасте. Как вас зовут? Здрасте, Анастасия, я Александр. Да, очень приятно. Анастасия, ну, у нас с вами миссия невероятная. Предоставить сцену нашему шоу для примерки и для преображения. Пойдемте. Пойдемте, здрасте. Вау! Вот это зал, ребят! Здрасте. Так, мы сейчас нашим оператором-постановщиком посмотрим на все, что мы здесь можем задействовать из света. Заранее подготовимся к примерке и к финалу. Расставим точки на сцене. И когда уже приедем сюда завтра вечером, мы будем знать, где конкретно мы снимаем. Не будем тратить на это много времени. Вань, ну, иди сюда, давай смотреть. Так, все закадровые секреты я вам раскрыл. Пора раскрыть и главный секрет. Кого же в Архангельске мы будем преображать? Но прежде чем мы познакомимся с нашей героиней, я хочу поделиться с вами важной информацией. Если вашему кишечнику некомфортно во время приема антибиотиков, вам могут потребоваться специальные бактерии-пробиотики. Максилак – это двойная польза пре- и пробиотиков для комфортного пищеварения. Пребиотик способствует пробуждению полезных бактерий непосредственно в кишечнике. Всего одна капсула в день с заботой о себе. Ну, о себе я тоже позаботился. Перед визитом к нашей героине я переоделся в нарядненькое, чуть-чуть тепленькое, причесался, шапку не надел, цветы купил и отправился к нашей героине. И, кстати, город небольшой, живет именно буквально в 20 минутах от отеля, где я и моя съемочная группа остановились. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна. Вроде да. А я Александр Рогов. Боже, какой вы красивый. А вы тоже очень хорошенькая. Таня, это шоу «Рогов в городе». Хочу обниматься, ну и, конечно, болтать. Давай. Боже, давайте. И давай на ты. Боже, давай. Привет. Мой счастливый билетик приехал в мою жизнь. Класс. Саша. Привет. Держи. Захожу. Нас много, ребят, пойдемте. Здравствуйте. А вы кто? Прекрасно. Моя надежная ситуация. Прекрасно. И моя надежда, и поддержка. Видимо, сегодня это кто? Это Бороша, моя собачка. Привет, Бороша. У тебя очень уютно дома. Спасибо. Ты очень хорошенькая, улыбчивая, классная, симпатичная. Рассказывай, что ты забыла в нашем шоу. Заявку подала моя старшая сестра. Мы сидели за столом. И говорит, я все время приезжаю, а ты в одном свитере. Сколько я себя помню, Таня всегда увлекалась модой, увлекалась стилем, увлекалась одеждой. Так. Я стала наблюдать, что Таня уже не такая яркая. Глаза не горят. Да. То есть она ходит в одних и тех же джинсах, я не знаю, уже, наверное, второй год. В какой-то момент я совсем прекратила видеть себя как женщину. Почему, как тебе кажется, все это началось? Ну, моя история какая? Банальная. Я жила с мужем, у меня двое деток, потом мы с ним разошлись. Я переехала вот сюда, в Архангельск, начала самостоятельную жизнь, так скажем. Одна работа, вторая, третья, четвертая. Я работаю в медицинском университете старшим лаборантом. Так как у меня двое деток, да, у меня животные, и я одна воспитываю, и все на себе как бы тяну, я пошла работать по выходным администратором в салон красоты по субботам. Я занимаюсь волонтерством, то есть по воскресеньям это тоже мой выходной. А что это за волонтерство? Я езжу к собачкам в приют. Собака из приюта? Да. А еще есть животные дома? Три кошки и голубь. Понятно. Да. Это все, что ты делаешь? Так как я занимаюсь приютом, да, и мне нужны дополнительные средства, я пошла сейчас мыть полы. Куда? В этот же университет, где я работаю. То есть ты днем в университете лаборант, а вечером ты уборщица? Да, да. И еще плюсом я учусь. Скажи, пожалуйста, от чего ты бежишь? О чем ты боишься думать? Что ты не хочешь впускать в свою жизнь? Потому что ты так сильно себя загрузила, что в твоей жизни нет ни тебя, в твоей жизни нет ничего, кроме работы. Я рад, что твоя работа тебе приносит удовольствие. Ты даже сейчас, когда сказала, что моешь полы, ты сказала это с горящими глазами. Я жила со своим мужем, мы с ним расстались. Когда мы расстались, все разошлись, я свободная, красивая девушка, глаза горят. Я... Боже, меня будут смотреть мои дети! Ничего страшного, они тебя лучше узнают. Да, да, да. Ну, вот таких у меня серьезных отношений не было. То есть я везде так себя попробовала, повстречалась. Я поняла, что в личной жизни у меня, ну, так скажем, не очень выходит. Так. Я решила всю свою энергию, которая у меня есть, направить на работу, на учебу. Думаю, ну где-то ведь мне должно выстрелить, повезти. Что-то достигая, что-то стараясь, я так получается, что себя как женщину твоя потеряла. Я хочу, чтобы ты себя нашла. Я хочу, чтобы у тебя появилось время на себя, потому что сейчас, очевидно, ты себя не любишь. Оценку себе ставь из десяти. Два. Дволька. Это ужасно. И последний вопрос, сколько тебе нужно денег на приют, чтобы ты, например, месяц была спокойна? Месяц? Ну, я сейчас трачу 8 тысяч. Вот давай я тебе дам 20 тысяч рублей, чтобы ты весь месяц после моего отъезда занималась с собой. Ты можешь ездить в приют тоже, но чтобы ты хотя бы не волновалась, что они там голодные будут. Давай. И у тебя будет месяц для того, чтобы ты входила вот в этот новый режим заботы о себе, мыслях о себе. Тебе нужно о себе вспомнить. Это очень важно. Такая красивая, правда. Такая хорошенькая, такая тоненькая, прям как вот статуэточка. Нужно о себе вспомнить. Пойдем в гардероб разбирать. Пойдем. Про Таню сижу, думаю. Я не знаю, как вам, мне Таня очень понравилась. И я искренне верю в то, что Тане правда нужна помощь. Хотя, казалось бы, внешне никаких проблем. Дома чисто, дома прибрано, там очень неплохой ремонт. Тут они хорошие физические данные. Но она действительно пример тех женщин, которые забыли о себе и помнят обо всех вокруг. Даже о голубе своем она помнит. О собаке, о кошках, о приюте, о работе, о студентах. Она помнит обо всех, кроме себя. Ее надо просто вот растормошить, ее надо разбудить. И я очень благодарен сестре Тане за то, что она отправила заявку в наше шоу. Это не банальный случай. Это не стандартный случай. И я уверен, что в конце этой программы Таня посмотрит на себя другими глазами. Ой, я в мурашках. У меня волосы дыбом встали. Ювелирные украшения Кари – всегда желанный подарок. Исполняй мечты со скидкой до 70% и лови весеннее настроение с Кари Джеверли. Таня, ну смотри. Ну, во-первых, вещей много. Неожиданно. Во-вторых, первое впечатление. Я понимаю, что я еще каждую вещь не разглядывал, так или иначе. Первое впечатление. Очень все инфантильное. Как будто бы детское. Смотри. У нас здесь такой детский кардиганчик. Яркий. У нас здесь еще один детский мягкий кардиганчик такой уютный. Прямо вот в восьмой класс в школе идти. У нас здесь вот такая инфантильная, мягкая, пушистая жилеточка. Таня, расскажи мне о своем стиле. Я вообще люблю яркое. Да? То есть ты любишь яркое, а ходишь в итоге, по словам твоей сестры, в одних джинсах и в одной кофте. Покажи мне вот те самые одни джинсы и вот ту самую кофту. Вот что ты носишь реально каждый день. Так, джинсы и верх. Давай. А-а-а. То есть это каждый день? Да. Ну, да. Это повседневно, на работу. Или джинсы и разные верха все-таки? Ну, вот такую блузку я ношу еще. Да. Потом пиджак. Ну, как бы, Надь, она не носит одно и то же. Смотри, у нас одни джинсы, но при этом разные верха. Александр, дело в том, что раньше у моей сестры был гардероб, ну, не меньше, чем у Кэри Брэдшоу. А-а-а. А сейчас это все, что есть. Да, вот здесь намек на Кэри Брэдшоу у нас есть, действительно, это могут быть джинсы, вот такой жилет, да, какая-то блуза. Ну, да. Вы же цените меня за то, что я с вами максимально честная. Я вам так скажу, возможно, у вас тоже такие же мысли сейчас. Когда Таня рассказала свою историю, я ожидал увидеть вообще другой гардероб. Я думал, там будут джинсы заношенные с пузырями на коленях и три какие-то там кофты замызганные. У Тани нормальный гардероб, даже интересный, я бы сказал. Да, он инфантильный, и мне не нравится то, что он инфантильный, потому что Таня не инфантильная. Она прикидывается для себя какой-то инфантильной девочкой, а на самом деле она взрослая, серьезная женщина, которая много работает. Мне кажется, вот сейчас на первый взгляд, что тебя нужно одеть... Кстати, как тебя одеть-то? Что ты хочешь? Мне нравится, когда сочетается несочетаемое. Ага, эклектика. Наверное. Эклектика. Я думаю, что тебе нужен хороший, универсальный, базовый гардероб с характерными вещами, и чтобы из всех этих вещей можно было придумать максимальное количество луков. Саша, вся надежда на тебя. И этот волшебный пендель можешь ждать только ты. Я сейчас уеду, мы с тобой расстаемся до вечера. Я приглашаю тебя на примерку. Надеюсь, тебе понравится. Обнимаемся? Спасибо тебе. Я очень переживаю, что вы, наши зрители, можете задаться вопросом. А почему мы выбрали для преображения Таню? Вот давайте сейчас этот вопрос подвесим, и во всем разберемся чуть позже. Я на шопинг съезжу, вещи куплю, на примерке Таню с другой стороны немножко узнаю. Ну, а перед шопингом, знаете, что я решил сделать? Я решил с городом поближе познакомиться, а для меня город это даже не достопримечательности, не архитектура. Для меня город это люди. И я решил отправиться туда, где встречу точно, максимально разношоршенную публику. Это центральный рынок. И я не только с людьми познакомлюсь, я еще там всякие штучки попробую. Деликатесы бесплатно. У корреспондента Александра Рогова есть вопросы. Расскажите, пожалуйста, какие у вас здесь продаются специалитеты? Вот что особенного нужно попробовать в Архангельске? У нас в Архангельске нужно попробовать все. Наша рыба. Вся, вся рыба. Ну, давайте угостите меня вот самой вкусненькой рыбкой. Рыбкой. Наталья Евгеньевна, давайте угостим. И пока вы меня угощаете, вопросик. За что вы любите Архангельск? Я в Архангельске живу уже 30 лет. Люблю все. Людей люблю. Чем особенно этот город хороший? Особенно людьми. Народ. Здесь очень добродушный народ. Рыбка вкусненькая. Это знаете, какая рыба? Это ерш. Это филе ерша. А куда вы мне порекомендовали бы в Архангельске отправиться? Что нужно посмотреть тут? Малые карелы. Были там? Надо? Надо. Что вы любите в этом городе? Природу, зиму, рыбу. А что вы мне посоветуете здесь непременно посмотреть? Посмотреть? Малые карелы. Ну, малые карелы это обязательно. Малые карелы. Да что ты будешь делать? Малые карелы. Хорошо. Меня все в какие-то малые карелы отправляют. Это что? Малые карелы это очень красивое место. Особенно зимой. Надо, да? Съездите, да. Там на лыжах катаются. Так, давайте сейчас... Давайте я с рук. Меня уже прикормили с рук. Давайте. Ммм, какая сочная. Да, очень вкусная. Сама садим. Здрасте, скажите, за что вы Архангельск любите? Что вам в Архангельске нравится особенно? А куда вы мне порекомендуете в Архангельске сходить? А что здесь интересного? Со мной общаются только дамы. Ну и ничего. Ребята, а здесь же еще и одежду купить можно. Я думаю, что одежду на рынке покупать сегодня я не буду. За одеждой в ТЦ отправлюсь. Ну что, и видимо завтра в Малые Карелы. Хочу отметить два факта об Архангельске. Первое. На часах два часа дня, а уже темнеет. И второе. Это город контрастов, деревянное зодчество и современные торговые центры. В самый крупный местный ТЦ я и направляюсь. Пойдемте. Так, я в этом ТЦ впервые. И что я должен сделать правильно? Посмотреть на схему торгового центра и понять, куда мне нужно. Так, здесь у нас раз, два, три этажа. На первом обувь, ювелирка, одежда. Одежда, второй этаж. Все, раздеваюсь и приступаем к покупкам. Вы у меня наверняка спросите, какие у меня мысли на данную секунду по поводу преображения Татьяны. Я вам скажу так, я даже уже формулу нового стиля для Тани придумал. Знаете, как она звучит? Нет инфантилизму до элегантности и сексуальности. Буду искать элегантные сексуальные вещи. При этом образы Тани я предложил бы многослойные, как она и хочет. Эклектика там будет, силуэтность там появится. И, конечно же, верхнюю одежду я тоже для Тани должен купить. Брюки из ако-кожи. Это, кстати, интересный вариант. Есть зеленые, есть черные, есть синие. Есть вот такие классные баклажановые. Кстати, последние. Смотрите, я могу взять эти баклажановые брюки. Они, кстати, практичные. Потому что, если вдруг вы прошлись и запачкались, можно взять тряпочку и их просто протереть. И к этим брюкам я предложу Тани... Кстати, сколько они стоят? К этим брюкам я предложу Тани нейтральный серый джемпер. Это одно из самых модных сочетаний сейчас. Баклажановый плюс серый. Брюки 2600. Джинсы, кстати, тоже крутые. Тани же любит джинсы? Любит. Вот, классные джинсы от меня получит. Джинсы тоже на распродаже. 1999 рублей их цена. То, что нужно. Я обожаю последний шанс купить. Это лучший отдел в каждом магазине. Вы посмотрите. Девочки, а у вас последний? Смокинг последний. Размер XS. 5999 рублей на распродаже. И это просто вау. Это элегантно. Это сексуально. Это дерзко. Это современно. И по-разному такой жакет можно обыграть. Можно черную шелковую юбку добавить. Платье на тонких бретелях. Джинсы. А джинсы у меня уже есть. Простую майку-алкоголичку. Туфли на высоком каблуке. Да. Туфли-лодочки. 2999. 38-й размер. Беру. Туфли-лодочки. 38-й размер. Цена. 3999. Беру. Ну, это точно просто все подойдет. Все впишется. Вот эта сумочка элегантная мне нравится. Даже к смокингу подойдет. 2999. Я на кассе, чтобы оплатить свои покупки и рассказать вам о моей новой дебетовой карте «Прибыль» от банка «Уралсип». С ней все ваши траты станут выгодными вдвойне. Вы получите повышенный кэшбэк до 3% на все покупки и высокий процент на остаток по счету. А с помощью удобного мобильного приложения вы сможете свободно распоряжаться своими финансами. Заказывайте онлайн дебетовую карту «Прибыль» с бесплатной доставкой и получайте двойное удовольствие от шоппинга, как это делаю я. Так, еще, значит, авиатор точно беру вот это пальто и сумочку. О, Новый год закончился, но пайетки носить продолжать можно. Вот это платье мне нравится, но, согласитесь, оно инфантильное. А вот там что-то блестит. И вот тут что-то блестит неинфантильное. Вот даже вам покажу, о чем я говорю все это время. Это платье из зарюшки, инфантильное. Раз. А эта юбка эффектная, элегантная и сексуальная. Видите разницу? Вот разница. Это элегантно и по-взрослому. Это инфантильно и по-детскому. Поэтому это платье останется в магазине. А эта юбка, единственная в размере XS, за, внимание, 1799 рублей, отправляется со мной на примерку. Спросите, с чем носить. Ну, во-первых, я совсем скоро вам все покажу, но пара примеров. Нейтральный джемпер, жакет-смокинг. Ну, этого уже достаточно. Я реально очень доволен. Как только вещи были куплены, съемочную группу всю я отправил в ДК, чтобы ребята готовили площадку. Для этого, собственно, заранее я туда и приезжаю, чтобы понять, где съемка будет происходить. Все отправились готовить площадку, а я отправился есть. Поел вкусно. Сразу вам скажу, это все останется за кадром. Но мы с вами еще поедим в следующей части программы. Примерка. Все, я за Таней. Таня. Да, Саша. Ты как? Я волнуюсь. Давай, расскажи мне, какие эмоции? Я в предвкушении. Волнение уже приятное. Жду что-то такое прямо красивое. Показать, что купил. Очень хочу увидеть. Таня, твою ручку. Я тебя приглашаю на примерку. Пойдем? Идем. Открывай дверь. Если вы не слышите, Таня скулит. Таня. Я даже боюсь прикоснуться к этому. Даже потрогать разрешаю. Палетки. Жилеточка. Клетка. Я купил для тебя, казалось бы, разрозненные вещи, но это очень классная модная капсула. Здесь есть элегантные вещи, здесь есть вневременные вещи, здесь есть каблуки. Я хочу позаботиться о начале твоей новой модной жизни. Ты готова приступить к примерке? Саша, я всегда готова. Ну тогда проходи, переодевайся, я жду тебя здесь. Ну давайте аплодисменты. Саша, ну я вижу перед собой элегантную женщину. Я себя давно такое не видела, даже не два года назад, а больше, наверное. Саша, это совершенно другой уровень. И ну там просто мне надо какую-то работу вот такую искать уже. Тань, пожалуйста, думай сейчас не о работе, подумай, пожалуйста, о себе, о том, что ты привлекательна, о том, что ты классная. Ты сразу начинаешь все это переводить на бытовой язык. Не начинай этого делать. Ну ты вспомни о себе, поживи в моменте, кайфани от того, какая ты сейчас красивая, какая ты сейчас элегантная. Понимаешь? Я великолепна. Да, я хочу, чтобы ты вспомнила, что ты у себя есть тоже. Это важно. Ты же не считаешь, что ты чужое место занимаешь в программе? Нет, здесь мое место. Я когда разобрал твой гардероб, я подумала, может быть, кого-то другого надо было выбрать для помощи. А то, что ты сейчас говоришь, все-таки доказывает мне, что ты не зря занимаешь это место в программе. Продолжаем примерку. Да. Я едва в следующий ряд, а жду тебя здесь. Очень красиво. Таня, уходи. Это я. Я просто, Саша, подумала, что ты сказал на своем ли я месте, да? Вот я сейчас смотрю на себя, я уже просто заблудилась. Я уже не понимала, я просто точечно покупала вещи, не понимая, не сочетая их, не понимая, не видя себя. Ой, Таня, я вообще на тебя не могу. Ты такая красивая, ты такая тонкая. Почему так? Почему так? Я себя запустила. И дело не в том, что ты себя запустила. Ты о себе забыла. Я хочу, чтобы ты о себе вспомнила. Боже. Твоя сестра поэтому заявку написала. Не потому, что ты какая-то там некрасивая, какая-то там запущенная. Ты о себе забывшая. Понимаешь? Боже. Аплодисменты. Тань, у меня есть для тебя подарок. Это классный набор декоративной косметики от российского бренда «Ева Мозаик». Уже больше 20 лет бренд создает продукты для макияжа, следуя последним разработкам в сфере красоты, чтобы вы, мои дорогие, могли создавать легкий, дневной, вечерний и креативный макияж с удовольствием. «Ева Мозаик» — это продукция высокого качества по доступной цене для вашей красоты каждый день. Тань, ну а это тебе, держи. Спасибо, Саша. Тебя поцелую. Переодевайся в следующий наряд. Спасибо. Давай. Тань, выходи. Вау. Саша, я сейчас вижу улучшенную версию себя. Это, ну, это просто потолок. Нет, это только начало, Тань. Я уверен, только начало. И у меня две новости. Одна плохая, одна хорошая. С плохой начну. Давай. Ну, давай начну с плохой. Примерка заканчивается. А хорошая новость, что все луки из нового гардероба, даже те, которые ты сейчас примерял, ты примеришь в конце программы, когда будешь полностью преображенной. И вы, наши дорогие зрители, увидите все образы из нового гардероба, все образы, которые я подобрал, на Тане в самом конце программы. Я знаю, что вы этого хотели. Тань, ну а на сегодня все. Дай я тебя обниму. Аплодисменты. Саша, спасибо большое. Я считаю, что Таня достойна участия в нашем шоу. Я на примерке увидел, что Таня, наконец, в зеркале увидела себя. Она не увидела кого-то. Она не увидела только съемочную группу. Она не заботилась о съемочной группе. Она увидела себя. Ей было непросто. Но вот на третьем образе реально что-то щелкнуло. Я опять в мурашках, у меня опять волосы дыбом встали. Вот реально что-то щелкнуло. И, кстати, зал на финале будет не пустым. Мы ожидаем гостей со всего города. Анонс в своих соцсетях я уже сделал. Пора прощаться. Я ложусь спать. До встречи через пару минут. Все, пока. Все, пока. Все, пока. Все, блин. Надо умыться, зубы почистить. Все, пока. Всем доброе утро. Да-да-да, доброе утро на часах. Сколько на часах, кстати? На часах 9.30. Смотрите, как на улице темно. Ой, как на улице темно. Видите? Ой, я как обычно не выспался. Но я сейчас прям встаю. В порядок себя привожу. И отправляюсь в целом красоты. Салон здесь рядом. Идти недалеко. Завтракать не буду. Да, не хочу. Потом поем. Все, давайте. День будет супер. Я знаю, что день будет супер. Вы смотрите Рога в городе. Я в Архангельске. Вперед. Стою, стою. Итак, я отправляюсь в Архангельский салон красоты, который мы переоборудовали в нашу съемочную площадку. И преображать нашу героиню Таню будут парикмахер Ольга Титова и визажист Анастасия Зеля. А помогать им будет стилист Анастасия Ухина. Доброе утро! Привет. Привет, Ажа. А ты кто, кудрявая? Поможешь мне парикмахер? Привет. А, ты помогать, что ли, будешь? Да, конечно. Девчонки, привет. 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 Как спалось? Привет, отлично. Я вообще не выспался. Я думаю, я здесь буду мерзнуть. Я у вас не мерзну, но не высыпаюсь. Итак, что сейчас будет происходить, вы знаете. Я приведу к нам сюда нашу Таню. Мы с вами будем работать над ее преображением. Наша главная задача – зажечь глаза. Да, погнали. Берем. Тань. Тань, проходи, садись в кресло. Вау. Здравствуйте. Знакомшество любите с специалистами. Это у нас Анастасия, визажист. Это у нас Ольга, парикмахер. Это наша Татьяна. Что будем делать, я не знаю. Мы твое преображение не обсуждали. Предлагаю обсудить прямо сейчас. Распускаем хвостик, убираем резинку и обсуждаем. Я вижу длину, которую, конечно, хочется немножко поднять повыше, потому что сейчас она достигла такого уровня, когда вот это вот… Ни туда, ни сюда. Да, да, да. Я бы, наверное, сделала челочку. Большую, такую легкую. Я так не люблю вот это «наверное». Давай вот безнаверное. Делаем. Делаем, делаем, делаем. Была когда-нибудь челка? Да. Да? А какая? Была. Ну, вот как на пробор я ее носила. И вот так. А почему ты в итоге от челки ушла? Потому что ее нужно укладывать. Таня, вот давай, пожалуйста, мы сейчас вспоминаем о том, для чего ты к нам пришла. Да, слушай. А ты к нам пришла для чего? Чтобы быть красивой, чтобы зажечься, чтобы зажечь глаза, чтобы о себе вспомнить правила. А для того, чтобы у нас глазки горели, чтобы все было хорошо, иногда нужно челку поукладывать. Тем более все ритуалы для себя, они очень важны и полезны. Для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. Оль, на самом деле, это очень классные слова. У тебя в твоей жизни, Таня, должны появиться ритуалы для себя. Давайте все-таки обсудим, что получится. Мне нравится, что Таня блондинка. Я бы ее блондинкой оставил. Может быть, даже посветлил бы. Не могу не отметить, что наша героиня просто прекрасная. Это правда. Да, я не знаю, что тут преображать, если честно. Это, знаете, полиция красоты. Арестуйте ее срочно. Ну, это правда. Да, на самом деле, просто вообще дополнены какие-то легкие акценты, никакого сильного макияжа. Это просто фреш. Нет. У нас все-таки сегодня праздник. Таня выйдет вечером на сцену. Встанет перед нашим зеркалом. Ну что, она себя с нюдом должна увидеть? Нет. Хочу праздничный, чуть более тяжелый макияж. Я через несколько часов вернусь, приму работу вашу. Договорились? Договорились. До свидания, Машечка. Да-да. После летучки, знаете, что наконец случилось? После летучки я, наконец, отправился туда, куда меня все отправляли вчера. Нет, не на три буквы. Меня все отправляли в Малые Карелы. Туда я и поехал. Здравствуйте. Как вы все красиво одеты. Как у вас тут красиво. Здравствуйте. Лон вам низкие люди добрые. Добро пожаловать в уголок земли нашей, светлой до северной. А мы как зазнали, что гости-то к нам едут, так встали торонехонько. Замесили тесто быстрехонько. Гляньте-ка, вышел коровай пышен, да румян уж не найдете. В нем изъян отведайте, а почестите. Можно? Конечно, соль-то на богачество. А хлебушек-то на здоровье, так поболе ломайте. Так, чтоб рот кусочку радовался. Ой, мой рот кусочку радует. Я сегодня еще не ел. Не порамили еще. Так еще? Некогда. Ну, деревеньки-то, чтобы наши прогуляться, надо бы вам нарядиться соответствующим. Пойдем переоденемся? Вы мне переоденете? Конечно. Класс. Пойдемте. А можно я еще группу угощу тоже? Ребята, угощайтесь. Соль-бакайте. Операторы? Сортоскромно надо подвозь. Да? Хорошо. Наталья. Здравствуйте. Я весь ваш. И смотрите, как классно мы вместе смотримся. Прекрасно выглядите, да. Я думаю, мы хорошо смотримся вместе. Так, какой план? Что будем делать? И вообще, насколько большая территория всего этого, я даже не знаю, сказать, музея-заповедника? Малая Карелы. Музей-заповедник Малая Карелы. Угу. Вообще, площадь территории 140 гектаров. Но мы, наверное, все не обижим. Нет. Посмотрим лишь немного. Да. К нам со всей страны едут за снегом, потому что посмотреть на зимушку, в снегу покупаться. Ой, а можно же в снегу покупаться. А как купаются в снегу? А, лажаться вот так вот, да и... Ну что, покупаются, что ли, в снегу? Давайте купаться в снегу. Холодно. Холодно. Я, кажется, промок. И пока я резвился в снегу, играл в снежки со съемочной группой, катался на древнерусских качелях и наслаждался видами малых карел, в Архангельском салоне красоты шла работа над преображением Тани. Парикмахер Ольга Титова сделала волосы нашей героини ярче, придала стрижке форму и украсила ее модной челкой-шторкой. Когда стрижка и окрашивание были завершены, Ольга приступила к укладке волос выпрямителем бренда Redmond с шестью температурными режимами, которые с помощью инновационной конструкции корпуса со скругленными гранями избавят вас от неэстетичных заломов на волосах. Плавающие керамические пластины выпрямителя легко скользят по волосам, бережно их разглаживают и не пересушивают. Выпрямитель Redmond для вашей роскошной укладки. Александр, за нашей спиной колокольни 19 века. Они старинные колокола, которые можно у нас слышать в музее-заповеднике. А можно попробовать? Конечно. А я-то вообще-то звонарь со стажем. Я поднимусь туда? Пойдем. Голову бережем. Так. Вау! Ребят, забирайтесь. Тут очень красиво. Оль, во-первых, скажу, что здесь невероятная красота, потрясающий вид открывается на заснеженный лес, на все эти старинные постройки. И вы знаете, у меня есть опыт звонарский. Звонарский. И я хочу вам продемонстрировать свои способности. Ну, давайте посмотрим, что вы умеете. Давайте. Да, я предлагаю вам за зазвонные отвечать. Хорошо, я попробую. Давайте. И знаете, чем эта прогулка закончилась после колокольни? Эта прогулка закончилась, внимание, фэшн-шоу. Мне продемонстрировали традиционные костюмы Каргопольской крестьянки. Это район Архангельской области. Я увидел нарядный образ и увидел повседневный образ. Повседневный, многослойный, что сейчас очень актуально. Там были валенки, многослойная юбка, шаль и нарядный. Мне очень понравился головной убор. Расшитый бисером. Очень было красиво. Очень-очень красиво. А потом я, наконец, поел. А вот и я. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый гость хозяину радость. По доброй северной традиции дорогого гостя всегда подчают хлебом сольным. А чем вы меня подчивать будете? Наша северная ушица. Из трески да из семушки. Роша тройна уха. Треска наша любимая северная рыба. Тут и калитки с картофной. Тут и калитки ягодные. Тут и шанги наливные. Ну и рыбнички. Спасибо. Все сытно, да ладно? Я лет сто деревянной лошка не ел. Как вкусно. Грузди то с картошкой. Почему с картошкой? С картошкой. С яйцом. Да с луком свежим. Так, и рыбу северную-то отведаю. О, что это? Я не понимаю, вот это творог что ли? Рюба на твороге. Я ем такое впервые. Это вкусно. Наверняка вы ждете выводов. Как мне то, куда меня отправляли так настырно. Мне понравилось. Это прям классно. Я под большим впечатлением от малых карел. И я всем рекомендую посетить это сказочное место и зимой, и летом, и весной, и осенью. Я непременно это сделаю. После этого путешествия в прошлое практически, я отправился в будущее. Я поехал в салон красоты на приемку работы над преображением нашей Тани. И пока я добирался до салона, наш архангельский визажист Анастасия Зеля завершала работу над макияжем Тани. Как я и просил, она колдовала не над нюдовым мейкапом, а над мейкапом вечерним с акцентными темными смоки-айз. Я так надеюсь, что результат будет впечатляющим. Всегда волнительно, всегда страшно. Я вообще никогда не знаю, что ожидать. И в этот раз я тоже не знал, что ожидать. Раз, два, три. Так, я вот так хочу сделать. Смотрите, смело. Вот, супер, великолепно. Класс, очень красиво. Мне нравится, что волосы стали светлее. Мне очень нравится стрижка, мейкап. Да. Артемий Смяков отдыхает. Очень хорошо. Вы слышали? Это очень хорошо. Тань, совсем скоро ты себя увидишь. Я не могу глаз просто отвести. Но прямо сейчас пообещай мне, что у тебя появятся собственные бьюти-ритуалы. И ты продолжишь ухаживать за своими волосами. Для этого тебе и нашим зрителям я хочу рассказать о профессиональных средствах для ухода за волосами от известного российского бренда Капус. Особая гордость – это крем-краска с гиалуроновой кислотой европейского качества. Она полностью закрашивает седину, сохраняет насыщенность цвета до шести недель, бережно ухаживает за волосами и придает им шелковистость и блеск. Капус – настоящий гуру в окрашивании, я – настоящий гуру в стиле, ты, Оля, настоящий гуру в окрашивании, ты, Настя, настоящий гуру макияжа. Ну, а Настя где? Ну, а Настя нас всех объединила. Шикарно, да? Ну, а сейчас перейдем к важному моменту программы. У меня для вас есть подарки. О, мой гад. А где оно? Что я хочу подарить? Где то, что я хочу подарить? Настя и Оля. Оля, еще вчера, позавчера, неделю назад вы были выбором Насти, теперь вы становитесь выбором Рогова. Оля, это тебе. Спасибо. Настя, это тебе. О, Господи. Настя, это тебе. Принимай, конечно. Вау. Спасибо. 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 О, Господи. Великолепно. Тань, ты совсем скоро себя увидишь. Отправляемся на финал нашего шоу. Вы едете с нами. Да, всегда. Да? Я обнимашку, давайте. Давайте. После приемки, работы над преображением героини, я всегда могу выдохнуть, но ровно на секунду, потому что потом финал. А финал это всегда что-то тебя будоражащее, это всегда так эмоционально. Для меня я столько лет открываю зеркала, и каждый раз я в мурашках. И опять я в мурашках, у меня волосы дыбом на руках встали. Реально, я не обманываю. И этот момент такой торжественный, что ради этого момента даже я преображаюсь. И я в этот раз решил переодеться из своей теплой и удобной одежды в элегантную, классическую и эффектную. Архангельск, привет! Привет! Эмоциональный момент. Вы готовы Таню увидеть? Да! Нет, я не понимаю, вы готовы Таню увидеть? Да! Сейчас это случится. Таня, Таня, Тань, ты готова? Да! Таня, выходи! Тань, вот там твои близкие, можешь им помахать. Тань, ты как? Супер! Ты хочешь себя увидеть? Очень. Открываю зеркало. Давай. Три, четыре. Три, четыре. В какой-то момент я совсем прекратила видеть себя как женщину. Таня уже не такая яркая, не такая интересная. Глаза не горят. Да. Что-то достигая, что-то стараясь, я так получается, что себя как женщину твоя потеряла. То есть ты днем в университете лаборант, а вечером ты уборщица? Да. Таня, ну пожалуйста, ну ты вспомни о себе. Саша, вся надежда на тебя. Угу. И этот волшебный пендель можешь ждать только ты. Знакомься, знакомься. Я вообще в шоке. На глазах у всего города и всей страны Таня, наконец, обрела саму себя. Из блеклой и потухшей женщины она превратилась в яркую, сексуальную, дерзкую звезду. Для финального образа я выбрал приталенный жакет смокинг с брошью цветком, юбку миди в золотых пайетках, сатиновые туфли и компактную сумочку. Особенно я хочу отметить прическу и макияж. Они выполнены на высочайшем уровне. Я верю в то, что такой, как прежде, Таня точно никогда не будет. Такое ощущение, что я погасла, и мне бы хотелось как раньше гореть. Мне бы хотелось как раньше видеть себя красивой женщиной. Я просто фантастическая женщина, и я хочу это чувство в себе сохранить. Я думаю, что если бы не Александр, я бы еще долго блуждала. Может быть, вообще потерялась. А сейчас я новая, и я наконец себя нашла. Напомню, в подарок от нашего шоу Таня получила целый гардероб из вещей, идеально сочетающихся друг с другом. Все, как я люблю. Например, юбку в пайетках Таня сможет носить с нейтральным джемпером, серым пальто и черными ботильонами. А если эту праздничную юбку заменить на брюки баклажанового цвета и закокожи, то образ станет более повседневным. Жакет смокинг упростят базовые джинсы и простая белая майка. Эти же джинсы будут круто смотреться с укороченным твидовым жакетом, в пару к которому, кстати, я купил и мини-юбку. Этот твидовый костюм можно обыграть полупрозрачными черными колготками и ботинками на плоском ходу. А прессированную юбку длины миди Таня сможет носить с курткой-авиатором и сапогами в стиле 70-х, или с трикотажным жилетом, шелковой блузой-рубашкой и туфлями на шпильке. Ну и, конечно, я не оставил нашу Таню без легкого элегантного воздушного платья. Его дополнят лодочки цвета маджента и розовая мини-сумочка. Я в восторге, правда. Ты молодец, Тань. Пожалуйста, последние слова, только вперед. Пожалуйста, придумывай новые ритуалы. Люби себя, вдохновляй себя, займись собой. От этого тоже можно кайфовать. Ты любишь всех вокруг. Ты себя тоже должна любить. И тогда тебя в ответ еще больше любить будут. Понимаешь? После нашей с тобой встречи я себе сделаю обязательно выходной на неделе. Пожалуйста. Это точно, это 100%. Я не перестану ездить к собачкам. И не надо. И, кстати, хорошо, что ты напомнила, Тань. Здесь деньги в конверте для приюта, который ты курируешь. И я хочу, чтобы как минимум в ближайший месяц ты просто не думала о том, что собаки голодные. И собой займись, ладно? И вот за этот месяц ты точно привыкнешь к новым своим ритуалам. Ну, договорились? Держи. И еще маленький сюрприз. Обратной дороги нет, только вперед. Если ты вдруг отчаешься, закуксишься, забудешь о нашей встрече, ты посмотришь вот на эту статуэтку, вспомнишь, что ты мне здесь говорила, что ты обещала, и снова возьмешь себя в руки. Держи аплодисменты, пожалуйста. Ты молодец. Это великолепно. Близкие Тани, проходите к нам на сцену. Таню можно обнимать, Таню нужно обнимать. Поздравляйте с преображением. Ты самая красивая. Ты у меня самая красивая сестричка. Девочки, девочки, девочки. Вот все и закончилось. Три дня в городе, грандиозный финал, ярчайшие эмоции. Я хочу сказать, что Архангельск — это просто любовь. Да, холодно, да, сложно, да, все в диковинку. Но этот город поражает своей теплотой, своим приемом. Естественно, Архангельск — это не место, куда нужно ехать за модными открытиями. Но сюда точно нужно ехать за впечатлениями. Я снова в мурашках. Это было шоу «Рога в городе». С вами был я, Александр Рогов. До встречи на следующей неделе. Мы с вами отправимся в Мурманск. Все, пока. Стоп, мотор, снято.